от каждого по способностям каждому по потребностям это в принципе закон природы это не выдуманный кем-то закон и не марксом и не коммунистами после него а это закон природы то есть закон интегральной системы из интегральной замкнутой системы если вы обратитесь к специалистам которые работают в этих областях интегральные замкнутые абсолютно такие на себе системы как человеческий организм допустим тоже самое то каждый его орган или часть выполняет свою функцию в полном соответствии с общей программой организма если этот если эта система правильно работает и никто не думает о себе больше чем для того чтобы существовать для чего для того чтобы быть полезным всему этому организму а иной программы существования нет иной целью и причины для существования нет вот это закон интегральной системы на которой работают все живые организмы и все растительные все что развивается все что живет живет имеется в виду даже не живая природа она также находится только не мы не ощущаем этого она также находится выполнение этого закона кроме человека в нас то есть нашего внутреннего я который этому закону абсолютно противоположен а вообще вся природа она абсолютно интегрально то есть взаимосвязана и все взаимосвязи в ней хотя нам и кажется что один поедает другого и один существует за счет другого и происходит все во взаимно уничтожение борьбы это не так это не так это взаимная помощь это взаимная не борьба а взаимное равновесие таким образом выполняемая природой на неживом растительным и животным уровнях причем этот гомеостазис это равновесие поддерживается если бы человек в него не вмешивался поддерживалась бы прекраснейшим изумительным чудесным образом а в человеческом выражении это выражаю в наших отношениях между собой это выражается действительно так что каждый отдает согласно свои возможности абсолютно полностью работая только на благо общества и получает столько сколько ему необходимо для существования в таком только случае мы существуем в обществе как органично органически связанный с ним элемент и не представляем собой раковой опухоли которая пожирает свыше того что ей необходимо это свойство рака по сравнению со всеми здоровыми тканями поэтому в наше время к сожалению эта болезнь так такая распространенная